И быстренько мы проскочим достаточно большой кусок истории. Ну вот видно, что складывается некая структура, она формируется. И вот мы дошли до 2002 года, произошла катастрофа. Японская машина стала номером один в мире. Были разбирательства в Кангрии США, кто допустил такое положение. Видно, что Япония доминирует на Соединенных Штатах Америки. После этого были выделены соответствующие финансирования. Вы увидите, как в последующие годы Япония просто, ну извините, стерлась за субтитутом родности. Видно так. Она практически вышла в год. Ну и видно, какой детский как развивалась Россия. Какая теперь у нас на сегодняшнее положение. Хочу обратить внимание на два обстоятельства. Это где роль науки, где роль задельных, передовых исследований. Сколько в штуках относятся к науке, к компьютерным центрам, и какого уровня. И сколько в мощности, да, в мощности отходится на научные исследования. Верхние пирамиды это штуки, а вот нижние пирамиды это мощности, которые выделяются на научные исследования, на индустрию и на военные государственные приложения. Ну просто иногда читаешь такие вещи, что 60% используются в индустрию. Ну вот немножечко, 60% чего мы всегда решили. Мощности, в общем-то, в науке используются гораздо больше. Видно положение России, да. Видно несбалансированность, невыстроенность вот этой самой пирамиды, не по мощности, ни по что там у нас. Поэтому работа предстоит огромная. Ну чтобы еще немножко точно понимать, как все это устроено, можно в каждый момент времени посмотреть самую мощную нашу машину и на сколько лет она отстает от топ-1, от топ-5, от топ-10. Можно рассматривать разные уровни компетенции. Ну вот такие графики выглядят таким вот образом. Видно, что мы потихонечку приближаемся к топ-10 и к топ-5. Хотя мы делаем шаг вперед, или там два шага вперед, потом шаг назад. Говорят о том, что нет планомерной государственной поддержки, что нет равномерного движения. Можно оценивать немножко по-другому. Вот это суммарная мощность киберинфраструктуры всех стран. Разрывы по линии Китая и России говорят о том, что не всегда нам присутствовали топ-500. И здесь тут же самое можно просто построить графики отставания от тех или других стран. А с Нью-Наштатов Америки, с Нью-На Европы и так далее. Ну вот это вот выглядит вот таким образом. То есть держится отставами на, по крайней мере, на 5,5 лет в Нью-Наштатах Америки, по крайней мере, на 3,5 года. Мы сокращаем этот расследование, но все-таки одна есть. На 3,5 года, на 4 года от Европы объединенной. Япония утрачивает свою позицию, а Китай уходит в покрыв России, поддерживаясь Европе и с Нью-Наштатами.